Сегодня глава Дагестана Рамазан Абдулатипов посетил с рабочей поездкой Агульский район. В селе Этпик руководитель республики принял участие в открытии комплекса зданий и сооружений районного отдела внутренних дел. На торжественной церемонии присутствовал начальник главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу, генерал-полковник полиции Сергей Ченчик. Делегация также приняла участие в открытии еще ряда объектов. Более подробно в материале наших корреспондентов. Такой солидный десант чиновников в Агульском районе, пожалуй, не высаживался никогда. Так уже вышло, что в предыдущие годы республиканские власти особо не жаловали вниманием высокогорный Агул. Нынешний глава Дагестана решил исправить такое положение дел и прилетел. Да не один, а с начальником главного управления МВД России по СКФО Сергеем Ченчиком. За день до этого в район уже приехали и успели ознакомиться с положением дел в своих сферах. Министры внутренних дел Магомедов, образования Шахов и экономики Юсуфов. Первый пункт посещения главы – новое здание местного РОВД. Я от следующей поздравляю вас с открытием этого здания, созданием вам прекрасных условий для работы. Я хочу поблагодарить Сергея Михайловича Ченчика за то, что он обращает огромное внимание правопорядку и законности Республики Дагестан. Я хочу сказать, что сегодня все руководство Республики Дагестан готовы и работают вместе со структурами МВД, вместе с министром внутренних дел по Республике Дагестан Абдрощим Магомедовичем. Только такая совместная, скоординированная работа и позволит нам вывести Дагестан на качественный новый уровень развития. Поздравляю, желаю успехов! Личный состав при параде. В помещениях еще не высохла краска. Новые уютные кабинеты, оборудованные по последнему слову техники, контрольно-пропускной пункт и современный спортзал. Глава Республики осмотрел все лично. Еще один новый объект, правда социальный, красивый детский сад на 120 мест. Его открытия здесь ждали давно. Райцентр ТПИК – один из крупных населенных пунктов Агула. Большинство местных жителей – работники госучреждений. И поэтому проблема, где и с кем оставить детей, была всегда. Теперь для многих вопрос снят. Дошкалята встречают главу Республики дружной речевкой, стихами и красивым танцем. Кто пришел в этот зал? Сколько гостей за наш праздник собрал? Рады мы снова вас видеть у нас. Что приготовили дети для вас? Молодцы! Очень хорошо, на чистом русском языке прочитали все стихотворения. Молодцы! Пять! И поздравляю вас с тем, что мы открываем вот такой красивый детский садик. Это все строится по программе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И по программе, которая реализуется правительством Российской Федерации во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Это программа обеспечения всех детей в России нашкольными образовательными учреждениями. Мы должны с самого детства обучать наших детей порядочности, честности, чтобы они искали в этой жизни истину, чтобы они становились добропорядочными гражданами, чтобы они прославляли свой родной Дагестан и свой родной Агунский район. Агунский народ – это уникальный народ, с уникальной культурой, самобытный народ. Что касается самого здания, то все построено по современным требованиям. И здесь тоже Рамазан Абдулатипов осмотрел все помещения, похвалил за хорошую работу и дал несколько дельных советов. Особые требования должны быть руководителем образовательных учреждений, дошкольных образований и так далее. Директор тоже. Но чувствуется опытный человек, чтобы она владела современными методиками подготовки дошкольного образования. Последний пункт в программе посещения – новый старый центр традиционной культуры. Это отреставрированное здание бывшего сельского клуба. Теперь помещение что сверху, что изнутри – не узнать. Глава района Юрий Исмаилов в роли гида сам показывает и рассказывает. Вот, к примеру, огулки ткут старинный ковер. Наглядная демонстрация, что ремесло предков не забыто. На этом рабочая поездка главы Дагестана завершилась и вертолет с высокими гостями на борту взял курс в еще один высокогорный район Дагестана – Рутульский. Арсен Набиев, Руслан Салихов, Расул Дибиров. Время новостей. Огульский район.